Когда мы думаем про будущее, мы в фантазии про будущее. Мы не в настоящем. Задумайтесь, как вы можете быть не одинокими, если вы там, где никого нет? Если бы у вас была возможность сказать каждому человеку на Земле несколько предложений, что бы вы сказали? Ну, я бы говорил о том, что люди трагически не осознают степень своего одиночества. Поэтому я бы говорил с ними об их одиночестве. И я бы с ними говорил о том, как эту трагедию пережить. Объяснить, что такое одиночество? Одиночество – это не когда ты один. Одиночество – это не когда тебя не понимают. А сознание одиночества – это сознание нашей вброшенности в мир, в который мы приходим одни, уходим одни и в процессе пытаемся напиться. Как бы не одиночеством, но рты у нас стянуты. И мне кажется, самое важное, что нужно понять для своего просто внутренней трансформации. Когда я говорю, что мы – наш мозг, мозг что делает, это так звучит, как мультик, забавная анатомия. Но на самом деле все люди, с которыми вы общаетесь, – это только образы в вашей голове. Сейчас философы спорят, и там Чалберс, большой любитель, это доказывает, что нет возможности опровергнуть то, что мы находимся в матрице, и на самом деле это все галлюцинос каждого отдельно взятого мозга. Мы действительно фатальные, трагические, одиноки. А что в этом, на ваш взгляд, самое трагическое? Ну, трагическое – это не знание, потому что само одиночество не трагично. Когда я узнал, что у Оши на могиле написано «Never born and never died», я подумал, что на могиле, если бы я предполагал наличие могилы, я не хочу могилы, должно быть написано «пришел неоткуда, ушел в никуда». Мы реально возникаем в этом мире с очень выраженной такой социальной интенцией, с ожиданием принятия, поддержки, понимания, плеча и так далее. И все бы мы это получили, если бы мы были обычными животными. Проблема состоит в том, чем мы отличаемся от животных. Мы отличаемся тем, что мы можем думать и думаем не про то, что происходит здесь, сейчас, а мы думаем как бы над здесь, сейчас. Мы все время или в прошлом, или в будущем. Но там же ничего нет. Когда мы в прошлом, это мы в своих фантазиях про прошлое, когда мы думаем про будущее, мы в фантазии про будущее. Мы не в настоящем. Но задумайтесь, как вы можете быть не одинокими, если вы там, где никого нет, или там, где никого нет. А когда вы здесь, это мгновение, при котором между вами вспыхивает искра какого-то взаимопонимания, какого-то тепла и так далее. И потом оба улетают опять в фантазии, где-то в счастливые, иллюзорные фантазии, где-то в драматические переживания, как все было прекрасно и все пропало, и так далее. То есть мы как бы нас взяли и сковырнули с пространства реальности и сказали, а вот вы теперь болтаетесь. И мы такие, как вот, как этот вот, это у кого там, у Гегеля, дух над морем совершает движение. И мы как бы, у нас нету пристанища. вот, и это очень важно понимать, что мы обречены на это, ну, по сути дела, страдания, да, мы бездомные, потому что мы изгнаны из рая настоящего момента, просто способом организации нашей психики, вот этого всего. у приматов тоже есть образ другого в их собственной голове, но этот образ, он непосредственно сделан в коммуникации. Мы создаем образы других людей, даже тех, кого мы знаем, исходя из представлений, как надо, как не надо, что правильно, что неправильно, что мне будет, о чем мне не будет, и так далее, и так далее. И вот это вот, и мы пытаемся договориться с другими людьми, не понимая, что они сами находятся в этой же, в этой же своей собственной замкнутости, что они общаются не с нами, а с образами нас в своих головах, в том, что даже само это общение и наши образы не из нас сделаны, а сделаны из культурных представлений, из мемов, из ожиданий. Сколько ожиданий у людей друг в отношении друга, просто созданное культурой. Люди встречаются, они еще не видели друг друга ни разу, они в тиндере познакомились, сошлись, у них уже есть ожидания какого-то и так далее. И этого нигде нет, это только у нас, только в человеческих мозгах. И вот у нас есть иллюзия, что у нас есть социальная жизнь, хотя мы общаемся, ну, просто с собственными фантомами, которые мы сами создавали по мотивам, как бы сказать, у меня есть автограф человека, который вот это стал прообразом Шарака Холмса у Канадойля, но он, я вообще, думаю, не имел никакого отношения к тому, что образу, который меня создался благодаря Василию Ливанову, я прошу прощения. И это такая наша жизнь. И мы же стукаемся друг от друга, вот эти стеклянные яйца, в которых нарисованы мир, другие люди, и мы сталкиваемся друг с другом, нам больно. И я думаю, мне больно сделала вот эта особь. А на самом деле ей самой больно, потому что она там себе накочевряжила вот это тоже, в чёрт знает что, относительно меня, или там относительно всего, чего вообще я мог случайно, так сказать, попасть под эту раздачу. И вот, ну, это же, это, ну, на мой взгляд, какая-то, ну, совершенно очевидная правда жизни и абсолютно игнорируемая нами. И поэтому вся боль, которая возникает в отношениях, в, я не знаю, в работе, в любой сфере, это боль, связанная с непониманием. Потому что, как только ты начинаешь, и в этом трагедии, потому что, как только ты начинаешь понимать, что это на самом деле человек не с тобой разговаривает, и ты не с ним разговариваешь, но у тебя вдруг открываются глаза, что ты совершенно должен это все по-другому воспринимать. Ты должен научиться себя ему давать, ну, хоть как-то. При этом он должен понимать, что то, что ты даешь, он все равно исказит, и он понимает, что это все. Ты должен пытаться, люди не разговаривают друг с другом, они перестали друг с другом, им не о чем. То есть, сейчас вот, это просто, раньше люди собирались на кухнях, веселились, там что-то обсуждали, там то есть, опять десятые. Хоть какая-то была жизнь, а сейчас люди встречаются, они три секунды разговаривают, потом они берут телефон. Это, то есть, вот, если раньше это еще как-то преодолевалось какой-то совместной деятельностью, сейчас совместная деятельность, посмотреть кино, очень совместная деятельность, покататься вместе на коньках, наверное, так делают, что делать, я не катаюсь, у меня ноги болели. Но нету, они не о чем разговаривать, люди, им не о чем. О чем вы поговорите? У меня вот эта идея фикс, вот просто придумать какие-то способы, чтобы люди просто доставали бумажку, читали, и хоть какой-то контакт наладить. И это трагическое, трагическое заблуждение относительно собственного неодиночества. Когда вы впервые почувствовали одиночество? Ну, понятно, что каждый ребенок ощущает себя в одиночестве, когда он не получает той поддержки от родителей, на которую он рассчитывает инстинктивно. У меня в этом смысле было достаточно острое чувство этого, потому что такая у меня в этом смысле была как бы семья, где эмоции были вообще не поощрялись. И такое заговор молчания. Если ты провинялся, с тобой просто не разговаривают. Это очень сильное наказание. Вот. Да, но и в таком уже совсем сознательном возрасте я помню Фихте. До сих пор я читал философию, она как-то интересна, истории про то, про все, про пятое, про десятое. Вот. А Фихте, у него я просто наткнулся на эту работу в двухтомнике «Селепсизм». Вот. А я даже слова-то не знал, не был-то. в общем, еще я не изучал этого. Вот. Я начал читать, взял словарь, взял еще что-то. И я стал читать его. И он говорит, что вы вообще просто никогда не выйдете из внутри самого себя. Все вообще здесь. И я помню, что это было настолько... Оно, во-первых, соответствовало моему естественно-научному воспитанию и базису, а с другой стороны, это было как-то дико пронзительно. Ну, просто мне, сейчас, может быть, кто-то будет читать этот текст, может, сейчас у меня ложные воспоминания и у Фихта вообще не то написано, но я уверен, что то. А возбуждаться, правда. И вот это понимание того, что дальше ты сам... Вот эта невозможность... Вообще вся гуманистическая психология стоит на том, что возможно это трансгрессия. Когда вы преодолеваете эту собственную замкнутость на самого себя, в самом себе, и даже если вам кажется, что там есть другие люди, то вот это все равно ваши собственные проекции и так далее. И гуманистическая психология говорит, что вообще можно перейти к этому другому я. У меня целая монография написана «Удивидуальные отношения, теория, практика, эмпатия». И но это возможно, если это осознают оба. И если оба испытывают этот голод. Вообще вот это на самом деле очень важно. У нас есть этот голод. Мы эволюционные вообще все, мы созданы для отношений. Ну, не то, что люди понимают под отношениями, но то, что в стае формируются, где ты часть очень сложного организма, в котором все там как бы связано просто в морской узел. Мы созданы для этого, мы нуждаемся в этом, это потребность наша. Но этого никогда не бывает в нашей жизни. Только как воспоминание. Вот люди были вместе, расстались, и потом вот эти воспоминания, как было хорошо тогда, как было хорошо всегда, и так далее. А было ли тогда так хорошо? или они вместе встречаются и говорят «От, у нас будет то, сё, пятое, десятое, на семь, просто слюнки текут». И что-то это всё не приходит. И у нас на самом деле голод по этой близости, которую можно испытать, только прочувствовав сострадание, взаимное сострадание двух одиночеств друг к другу. Ты меня спрашиваешь, что бы я каждому человеку в мире сказал? Я бы ему сказал, вот ты дух над волнами, вброшенный в мир, которым тебя никто не знает, и про всех ты только знаешь легенды. И ничего больше нет. Мёртвы. Но ровно в такой же истории находятся другие люди. У них ровно такой же океан, покрывающий всю сушу. У них ровно такое же негде место. И они ровно в такой же тоске. и если ты способен это допустить, и если ты способен это сострадание пережить, ты оживаешь. Наверняка есть много людей, которые с вами бы не согласились и сказали, что а я чувствую себя не одиноким. Я вообще очень счастливый человек. Что вы по этому поводу думаете? Во-первых, я ему скажу Аллилуйя. Это очень-очень-очень-очень хорошо. Но это бы не отменило то, я бы сказал и то, что и это пройдет. Мы любим говорить, что и это пройдет, когда все плохо, но это универсальная формула, когда все хорошо, и это пройдет. и здесь вопрос знания того, что это пройдет. И тогда ты сможешь сохранять это как можно дольше. И Аллилуйя, можно сказать, как можно дольше. к сожалению, то, что мы говорим, что черная полоса сменяется белой, белая тоже имеет свойство заканчиваться. Часто ли вы чувствуете себя одиноким? Я в этом смысле очень счастливый человек, потому что то, что я делаю, востребовано. Я, правда, очень много делаю для того, чтобы это было востребовано. неважно психотерапия, мышление, создание каких-то проектов и так далее. Просто люди не понимают, как это, что создание этой, как это, я придумал гениальную книгу. А потом сиди пиши, сволочь. А потом сиди с редактурой. А потом сверткой. Это же она выйдет, она будет с опечатками и тебе скажут, что у вас тут так хреново работает издатель. Упаковка это, конечно, это. Но я счастливый человек из-за того, что я очень много сил трачу на то, чтобы придумать форму сообщения тех вещей, которые для меня важны по каким-то причинам. Прежде всего по социальному. за счет того, что я востребован, я не чувствую себя одиноким. Я в любой момент могу проявить теорию, практику эмпатии и создать индивидуальные отношения, почувствовать биение жизни и так далее. Вы много занимаетесь мышлением. Навык мышления как-то помогает вам бороться с одиночеством? Ну, ты тут прямо в яблочко. Когда я реконструирую реальность другого человека, я же по сути дела занимаюсь главной функцией мышления. Воссоздаю сложную машину отношений, связей и так далее. Машину не в смысле бездушную, а в смысле машинерии сложной. И реконструкция это как раз вот это сложное мыслительное действие. Когда человек говорит вы меня не понимаете, он чего ждет? Что его просто подойдут погладят? Да, это срабатывает. Но на самом деле он же хочет, чтобы вы поняли, почему он это чувствует. А чтобы вы поняли, почему он это чувствует, вы должны увидеть мир его глазами. А чтобы видеть мир его глазами, вы должны его воссоздать. И если вы это сделаете, и вы скажете, я тебя понимаю, это тоже, кстати, может не сработать, но по крайней мере, ты можешь что-то такое другое сказать, что он почувствует, что ты его понимаешь. Но вот это и есть как раз попытка выхода из собственной вот этой солипсизма своего собственного, вот этой замкнутости внутри самого себя. И это трансгрессия, когда другой для тебя важнее, чем ты сам в этот момент. Понятно, что потом ты пойдешь есть, и тебе надо будет покормиться. Или пойдешь спать, и тебе нужно будет поспать, и ты без этого не обойдешься. Но вот эти моменты преодоления вот этого одиночества, они, опять же, я подчеркиваю, они тоже, но если не симулякры, то по крайней мере какая-то вспышка, падающая звезда, так сказать. Но они собственно составляют подлинную человечность. Вообще что такое человечность? Все говорят, что человечность это проклятие изгнанных из рая, которым не найти другого существа. И человечность это в том, что ты продолжаешь искать и продолжаешь доверять, что какой-то этот параллельный мир на тебя отреагирует. И ты делаешь все для того, чтобы посылаешь ему эту азбуку морзо. На меня можно отреагировать. Точка теория. Что мог бы сделать любой человек, чтобы чувствовать себя менее одиноким? Вот что такое слава? Да, и почему люди стремятся к славе? У них же ощущение, что другие люди будут их любить, восхищаться ими, и они не будут чувствовать себя одинокими. При этом вся ирония состоит в том, что это верный путь к самому фундаментальному переживанию одиночества. Но дело не в этом. Дело в том, что это же желание получить неодинокость за счет других, что одни тебя любят и поэтому ты ценен. А вот это я надо убить, потому что все люди мира будут любить тебя, а ты будешь чувствовать себя несчастным, если ты себя жалеешь, если ты окатай по горлышку немножечко чик, это виртуальное я, и не ждешь, тогда есть возможность чувствовать себя даже будучи тотально одиноким, не несчастным, а моментами даже очень счастливым. счастливым.